Мы были на премьере нового фильма о Викинге. У нас есть что сказать. Видите, да? Мы вообще-таки в шоке вышли оттуда. Для меня самый большой момент, самый сильный момент этого фильма был исповедь Владимира. Ну, в общем, есть варианты, чтобы поплакать, там косметика потягчёт. На исповеди как мы ходим? Ну, батюшке рассказываем так, ну, типа, я не виновата там, ну, меня толкнули туда-сюда, поэтому я поругался. А тут человек, который взял на себя ответственность за других, он не стал отмазываться, типа, не я туда-сюда, а сказал, да, я виновата, а кто убил это, я, кто виноват, я виноват. Ну, вообще, начало было ужасное. Если бы я знала, я бы не пошла. Там вообще какая-то беготня. Вначале за быком все побежали. Быка завалили, кровища везде. Потом Олега, ну, там вообще случайно умер этот Олег. Вообще, одна кровь везли. Ну, конец нормальный. Можно сходить. Это конец. Ну, сглаживает конец. Всё, в принципе, все впечатления. Фильм хороший. Вам есть что сказать? А что мне сказать? Пусть каждый решает для себя сам. Сюжетов я рассказывать не буду. Но вот, как по мне, конечно, есть определенные вопросы к трактованию истории и экранизации, заглаживанию одних моментов и гипертрофированию других, но в целом... В целом историю соблюли. История ведь непонятна, что было. Что до нас дошло. Там ведь есть парень временных лет. Потом вот этот вот, как его, переписывал-то. Ну, ещё пару раз это всё дело переписывалось, дописывалось, с кем-то исправлялось там. Чего-то как-то там. А по факту это было начало второго тысячелетия, поэтому... Вот это было ровно тысячу лет назад, вот это всё происходило. Не, сходить на фильм однозначно. Вот, если дети старше 12 и детей ведите насильно... Ой, нет, детей вообще не знают. Старше 12. Там вообще там... Быка завалили, бедняжка. Да ладно быка, там кишки друг другу наматывают на мехи. А ещё это... Напились... Напились наркотиками. Не, напились наркотиками. Почему это вообще в шлифтранс? А напились грибной настойки. Там травяной настойки. Мухоморщиков, короче. Очень чего-то напились. И вообще у них там... У-ху-ху-ху-ху. Мы там... На самом деле это персерки были. Кто были? Короче, не рассказывай. Наемники, которые... Но наемники-то от наемника. Напились неизвестно чего. Владимира напоили. Он вообще не помню... А Владимир вообще такой парень прям это, да? Такой весь сентиментальный. Да, весь сентиментальный такой, да, да, да. И типа вот только из этих мухоморов он... Жену? Жену свою... Родители. Тещу с детям. Тещу... Нет, тещу с детям он просто убил, а жену-то он это... Ну, тещу с детям типа, ну... Короче... Вот я и говорю, есть определенные перегибы там в истории. Сглаживание них моментов там типа... Типа, состояние наркотического опьянения не является... Не являлось для одиннадцатого века отягчающим обстоятельством. Уголовное наказание. Это смягчающее обстоятельство. Русской правды еще не было. Уголовного кодекса не было. Проблемы с тещей Владимир решил сразу. Да, да, да. Нет тещи, нет проблем по-владимирски. Не, ну... Там... Жен-то у него много было, поэтому как бы это... А что, у него еще жены были? Он, наверное, развенился в итоге? Ну, как бы... Язычество оно подразумевало не моногамные браки, а полигамные. У Владимира, по-моему, по истории... Ну, с десяток-то точно было только сыновей. А дочерей-то было вообще мама не горюй там. Там, когда вот он помер, там такое братоубийство началось. Еще похлеще, чем вот они втроем. Да. Так что там на всех крови-то пролито хватит. Ладно. Ну, короче, фильм сильный. Кто историю любит, тот вообще с удовольствием сходит. Сильно, я думал, Бондарчуку не надо там это. Типа, э-э-э, ты вот там, вот мы вот лучше знаем, как все было. Никто не знает, как все было. Поэтому... Он видит так. Он художник, он видит. Мне понравилось. Ну, мне тоже, наверное, понравилось. А как тебе, может, не понравится? По данному вопросу у меня одно мнение. У меня есть муж, пусть он и думает. Фильм хороший. Спасибо. Спасибо.